Сейчас бабушка тебя научит стрелять. У меня на самом деле из детства есть фобия. Давай, мам, стреляй мне в ногу. А мне страшно пипец! И она меня укусила! Открываем. Мне аж захотелось выдохнуть с попосек. Доброе утро. Сейчас зашла в магазинчик. У нас тут уже взяла себе 20 листов. 160 грамм бумага такая плотненькая для черчения. И маркер двухсторонний взяла. Это уже для моих нейрорисунков. Цветные карандаши акварельные есть у меня хорошие. Точилка есть. Для начала мне подойдет. Я вообще еле встала сегодня. Так ветер. На часах 9.00 ровно стукнула. И мой кофе готов. Посмотрите, как он красивый. Четырех слоен с пеночкой. Обожаю, когда красота такая получается. И теперь мы это все... И перемешиваем все в одну бесподобную массу. Та-дам! Сегодня я свой день решила начать с тренировки. Я не занималась, честно признаюсь, три дня, потому что у меня просто не было времени. У меня такая голова, я уже не успеваю. и, соответственно, просто физически не успевала заниматься. Но успевала медитировать, хотя бы делать свои физические... Тоже медитацию свою физическую. Но, в принципе, ничего страшного, потому что я уже на Фитстарсе давно. Я уже прошла 4 программы, можно сказать, вот заканчивается четвертая программа, по которой я занимаюсь. И результат вы можете видеть вообще на лицо. То есть сейчас я ничего не делала, прессик уже виднеется, фигура в порядке. Я каждый день смотрю на себя в зеркало и радуюсь. И этот момент вообще, короче, меня не парит, а только радует и вообще карит. Вот. Сегодня у нас силовая тренировка. Я решила день начать с этого. Сегодня у меня нет никаких записей. Вчера была плотная запись, и завтра будет плотная запись. А сегодня я решила день устроить, для себя, чтобы в конце концов сделать тренировку, чтобы, может быть, отвезти машину на ТО. Не знаю, посмотрим сейчас. Еще надо бы снять видео. Короче, дел много таких. Да, поэтому начнем мы с тренировки, чтобы зарядиться бодростью, надуть свои вот эти вот ты-ты-ты прессик, и потом поедем делать дела. Видите, я еще не начала заниматься, а у меня уже подъем. Друзья, привет! Сегодня у нас последняя в этой программе в 30-ти дневном челлендже силовая тренировка. А, последняя силовая. Мы делаем ее в полную силу. Постарайтесь прямо вкладываться в каждое повторение. Хорошо. Стремитесь, как вам удобно. Стопы чуть шире. Босиком я заниматься люблю. Док, руки наверх и вниз, выдох. Наклоняемся вниз. Хотя она всегда говорит про кроссовочки. Вниз и подъем еще два раза. Док. Старайтесь максимально скрутиться, как будто стенку сзади достаете. Вот. Наверх. Продолжаем. 15 раз мы делаем. 4. 1, 2, 3. Планка. 1, 2. Оп. Продолжаем. Работают руки. Работает спина. А, пресс, естественно. Позанимались. Пока. Ой, позанималась, как всегда, прекрасно. Друзья, привет. Сегодня у нас паста. Я смотрю, кстати, что девочки все больше интересуются про мои тренировки, потому что они конкретно видят результат, видят прессик. У меня, кстати, фотку здесь вставлю. Последний раз я взвешивалась. Я уже бью рекорды свои. Вообще, последние летние давности у меня 53 уже было с чем-то. Но я, знаете, что поняла? Помните, я вам говорила, что хочу весить 50? На самом деле, я поняла, что 50 уже, наверное, для меня это слишком. Вот 53, 54, отлично вообще. Мне как бы не надо. Можно даже и 55. То есть 55 отлично. Главное, чтобы тело было подтянутое, чтобы были мышцы, чтобы не было целлюлита. И вот, кстати, тренировки в этом мне очень хорошо помогли. У меня вообще пропал целлюлит. Я теперь понимаю, что я могу вообще надеть стринги, пойти в любой бассейн, на любой пляж и вообще не париться. Что-то я как-то повернусь, и где-то у меня будет целлюлит. А до этого переживала. Поэтому для тех, кто видит результат, для тех, кто хочет попробовать, никто не занимался дома, никогда не занимался дома, да. И я до этого думала, что дома заниматься это тяжело, потому что нужно, ну, типа самомотивация, самообладание. На самом деле это везде нужно. И здесь, как коуч, скажу вам, что здесь важна мотивация вообще. Для чего вы это делаете? Для чего вам это надо? Вот я для себя нашла мотивацию, что я хочу быть в тонусе, я хочу заряжаться энергией, и я хочу быть здоровой, я хочу, чтобы моё тело было здоровое. И это первостепенно. Это не то, что я сейчас позанимаюсь, достигну результата своего тела и всё брошу, мне это не нужно, потому что я достигла результата. Нет. Спорт становится частью жизни. И на самом деле вот эти тренера, которые здесь занимаются, они очень хорошо это всё дело вселяют. У тебя день начинается по-другому, когда ты видишь Олю, например, да, или Михаила, которые говорят, опа, новая жизнь, давайте поехали, подбадриваю тебя. И удивительно, что на расстоянии реально может это быть полный эффект присутствия, поэтому я вообще забыла уже о спортзалах, где тратила бешеные деньги, самое интересное, да, покупала на год абонемент, ходила пару-тройку раз, в лучшем случае два месяца, а потом просто переставала ходить, вот, потому что нужно ездить, тратить на это время, ну то есть походы в зал на самом деле более энергозатратны, временезатратны и бюджетно затратны. А здесь очень всё бюджетно, можно так сказать, потому что, ну, у меня абонемент навсегда. Я взяла навсегда и вообще не парюсь, что мне его нужно как-то будет продлевать. А по моему промокоду вообще можно с 70% скидкой взять. Здесь на FitStars очень много программ готовых, что не нужно вообще искать какие-то отдельные тренировки, отдельные курсы, то есть просто берёте программу похудения или прокачка ягодиц, или программу просто зарядка по 5, 7, 8, 10, разные есть тренировки, занимаетесь утром. И это уже большой шаг навстречу себе, к своему здоровью, к тонусу, энергии. Вообще тренировок более 1300 отдельных тренировок. Плюс, что классно, здесь ещё есть курсы образовательные, отдельные. Раньше они были платные, а сейчас их включили в курс. И сейчас можно пройти курсы там стилиста, как одеваться красиво, как сочетать вещи, да, там фейс, фейс-тренировка лица, там, да, танцевальные курсы. Ну, короче, там их огромное количество. Как готовить. Вот я недавно проходила курсы по правильному питанию. Вообще столько информации узнала для себя, о чём вообще даже не знала. В общем, рекомендую платформу FitStars. А для тех, кто потерял ссылочку и в комментариях у меня спрашивал, я под этим видео ещё раз продублирую ссылочку. Заходите, присоединяйтесь и будет вам счастье. Ну что, у меня девочка заказала платьица с Шейн. Я еду отправлять, и ещё одна из моих подписчиц прислала посылочку нам. И мы идём на остановку. Ту почту, которую я выбрала себе, на неё очень удобно ездить на машине. И я сейчас нахожусь на самом деле на своём старом районе, где я жила в моей маленькой квартирке, помните, на земле в частном секторе. Это этот район. Честно говоря, он мне так не нравится. Он такой грустный. Грустные старенькие дома. Всё такое старенькое, да? И как-то грусть вызывает у меня. Мне туда очень хотелось уйти, потому что там, ну, не было красоты высотных домов, детские площадки, всё такое. Вот такие вот переулки. Причём этот переулок ещё был нормальным. Ну и есть, да? Такой приличный переулок. Мой переулок, в котором я была, он был вообще бездорожье, в общем-то, такой переулок, переулок в переулке переулка. Вот. Ну и сейчас я пешком иду до этой почты, в которую я ходила. Она мне нравится, потому что мне нравится там обслуживание. Ой, доньки, нравится. Нравится там обслуживание, короче, персонал, всё быстро. И я продолжаю ходить на ту почту. Соответственно, мне туда приходят посылки все. Я отправляю адрес тут. И я хожу, отсылаю посылки тоже там. Такое, что тут. Кто-то тут, я смотрю, порывался в цветах. Вообще, ну как так? Красота была. В общем, идём пешком. Пешком здесь, конечно, не близко. Ну что сделать? На такси 200 рублей, а на автобусе 30. Есть разница? А я посылку за свой счёт эту отправляю. Да, мы так договорились. Скидку решила сделать. Чтоб совсем дорого мне не вышло. Ну, это вот чисто... Чисто из соображений. Ну, реально, вот посылки, да? Думаю, сейчас я на такси, давайте, съезжу. Значит, посылку отправлю. Оттуда опять на такси. И получается, что я, блин, за 500 рублей платье продала. Вот, и я решила, чтобы этого избежать, чтобы платье было выгодно продать, поехала на автобусе. Думаю, прогуляемся заодно по райончику. Денька идёт. Вот так вот в частном секторе мы же вообще с ним не ходим. Он всё идёт, рассматривает. Иди, иди там. Я тебя снимаю со стороны. Машина едет, она далеко ещё. Едь, вот здесь иди. Иди по тротуару, машина далеко. Я тебя снимаю со стороны, как ты... Как ты идёшь и смотришь на всё. Не переживай, не переживай, я смотрю, там нет машин. Тебе нравится по улице идти? Смотри. Что? Один. Один. Да, один. Иди по тротуарчику. По тротуарчику иди. Один. В частном секторе я вот так не люблю собачек всяких разных. Они охраняют свою территорию, короче. Я не гавкаю. Ты у меня на своём деле... Чё, чуть не упал? У меня на самом деле... Стой, не беги, Дэнь, машина едет. Давай ручку. У меня на самом деле есть фобия. У меня на самом деле здесь своя есть фобия. Нас отделял один переулок небольшой, маленький такой. Наш дом, да, и вот этот рынок, где я работала всё время, у меня 11 лет было. Ну, мы гуляли, короче. Вот у нас была конечная остановка и остановка Днепродзержинский. Вот. Такая небольшая остановка, но мы постоянно гуляли. Вот эти вот два района, две вот эти остановки, они как бы совместные были. Вот там дальше уже идёт Калинино, Молочный. Мне кажется, там какая-то другая тусовка была. Вот. А мы так все друг друга знали, что-то тусовались. Ну, понятно, что тоже там этими своими кланами маленькими. Вот. И в этом переулке были собаки, конечно же. И всегда, когда я ходила... Один раз я помню, вообще собака там где-то... Просто я иду спокойно, о чём-то думаю мимо дома какого-то, и там как морда высунется такая, как начнёт гавкать таким этим. Я просто там так подпрыгнула. Вот. Соответственно, бывают какие-то собаки, которые вылазят из-под дома. Да, там. Либо морда сильно вылазит, либо там чуя. Бывают, которые прыгают. Ну, то есть много чего было. И ты когда маленькая, собака большая, страшно. Поэтому я очень не люблю эти переулки. И мне кажется, что здесь какую-нибудь собаку недоуглядят. Или ещё что-нибудь. Выскочит, укусит, короче. Меня кусала ещё собака. Но это я заходила, когда в дом у меня была подружка. И там была, короче, собака. Не её, а, я так понимаю, её соседки. Ну, у них был один двор. И она мне говорит, да не бойся, она досюда не достаёт. Типа, заходи и стучи ко мне вот так, объедь, обойди. То есть и стучи ко мне. Ну, я как-то послушала её. А оказалось, что она до туда достаёт. И она меня укусила. Нормально так укусила. Синяк был и эти. Вот. Так что, короче, у меня с собаками с детства вот такое вот всё. Смотрите, мимо иду, и бабулька на крыше сидит. Но она вроде что-то там чинила. Сейчас решила, по-моему, присесть с кошечкой. Так прикольно вообще. Вот сейчас на сектор. Смотрите, нам пришла посылочка. Сейчас мы её здесь распакуем от подписчицы. Так, ну что, я отправила посылку. И смотрите, вижу местечко такое. Здесь прям сидят. Сейчас я вот присяду. И посылка нам с Денькой пришла от Галины, подписчица в инстаграме. И влоги вроде бы смотрят, насколько я помню, короче говоря. Сейчас распакуем. Я её чуть-чуть уже здесь разрезала на почте, но решила, чтобы не показывать эмоции там на людях. Мы здесь посмотрим в уголочке. Открываем. Так, что тут? Дени. Кися, может быть, ты поснимаешь маму? Да. И что там? Покажи, нажал? Да. Красненько идёт? И где же, что тут? Что тут у нас такое? Смотри. Подожди, да, я достану сначала. Вот пакетик внутри. Отойди подальше, чтобы видно было. Во. Тяжёленький пакетик у нас тут. Завернула всё. Смотри, что здесь. Деня, вау, вау. Это мои. Это, блин, я уже забыла, как они называются. Прикинь, прикинь. Это тебе, на Кроксы. Посмотри. Кроксы. Яркие, красивые. Обалдеть. Скажи спасибо. Посмотрите, какой огромный пакет. И просто всех цветов, машинки. О, офигеть. Не забыла, как они называются. Прикиньте. Сейчас я на это вспомню. Они называются джибицы. Джибицы. На, это тебе. Спасибо. Вообще, обалдеть. Так, аккуратненько. Клади в коробочку. Мы потом домой возьмём, на Кроксы твои померяем. Тебе нравится? Да. Так, дальше у нас здесь что-то ещё интересное. И пахнет очень вкусно. Арифлейм. Так. Пауэр и мимоза. И что это? А, это туалетная водичка. Так, сейчас занюхаем. Дальше. Так, это ещё что-то интересное. Так, хенд-крем. Это крем для рук. Да, интересно. О, Дэнь, смотри ещё что у тебя здесь. О, что? Что это? Что это? Это что? Что это? Что это? Это мишка. Мишка. Это мыгло, наверное. Это кушать надо? Нет. Нет, это свечка. Свечка. Зажигаешь, и оно горит. А там что ещё? Давай. А это маме, наверное. Покажи. Это капсулы для лица. Это не кремчик. Это капсулы для лица. Это ещё круче что-то. Дай маме посмотреть. Это тебе. Сейчас всё рассмотрим, всё понюхаем, всё попробуем. И ещё письмо мне. Дорогая Селена, шлю тебе большой привет из Москвы. И небольшой презентик. Желаю тебе и Денечке всего самого наилучшего, здоровья и счастья. А тебе ещё большего развития и процветания в твоих начинаниях. С уважением, Галина. Так трогательно. Спасибо, Галина. Это так приятно. Вот просто, знаешь, вот распаковать от души вот так вот что-то мне положила. Денечке положила, обо всех позаботилась. Туалетная водичка. А я думаю, что так пахнет. Прям пахнет очень приятно вообще. И свечку обязательно зажжём, да? День, зажжём сегодня свечку? Мишку вот такую красивую. Ой, это он пахнет лимоном. Он пахучий, смотри. И кремушек для рук. Это даже целый набор. Несколько кремушков с разными вкусами, наверное. Вкусненько. Вкусненько. Какие прикольные кремушки. Спасибо. Дай я понюхаю. Понюхай. Спасибо. Вообще очень приятно. Это мне, да. Это я тебе покупал. Это я. Мы, кстати, с Денечкой ехали на автобусе, там пересаживались. В итоге решили поехать к бабушке попить, может быть, чаю с бутербродами. Рядом тут есть фикс прайс. И как раз заряжу свой телефон, потому что у меня там красным уже горит 10%. Я так не смогу вам ничего снять. Она нас ждет. Привет. 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 Вот они и мы. Привет. 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 Выходи. Эдит, целоваться. Целоваться буду. Ты уже, я думаю, это... Не заразная, как говорится. Не заразная, как говорится. Я уже нормальная. Я уже нормальная. Отходники остались. Ушки только заложены, а это все равно. Приветки. 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 Все, раздеваемся. Раздеваемся. Да. Вот мама вам редко показывает, наверное, да? Она показывает, наверное, себя вот здесь вот где-нибудь в уголке. Посмотрите, какой уголок. Какая красота. Как все сочетается по цветам. Да? Вот так вот. А ну-ка. Сделала. А 05 нет. Вот. Мама даже мультики Дэнни включила уже. Смотрите. У мамы нет такой камеры, чтобы показать. Как светло. Подарочек, Дэнни. А ну-ка показывай. Ох, мама. Я ж не была в один день рождения. Это что, Дэнни? Это мой пистолет. Твой пистолет? Давай мы его откроем. Чем он там стреляет? Пулечки есть тут. Все, теряетесь все называется, да? Нич, тут есть мишени. А, мишени есть. Да. Дэнни, иди, открывай. Иди, открывай. Ну давай мороженка съесть, пусть. А то сейчас будет у тебя все в мороженке тут еще. Мне уже не терпелось открыть, да посмотри. Смотри, мишеньки какие. Или будешь в них стрелять? А, вот оно как оно. Вот так вот, раз. Ой, подожди. А, нашла все-таки. Мы уже думали. Ну-ка, ну-ка, подожди. А ты засунь туда, там жми. Ну-ка, подожди. А, ты вытащила? Да, вон она. Ну-ка. Смотри, Дэнни, сейчас бабушка тебя научит стрелять. Опа. Ого. Вот так вот стрелит в маму случайно. Ну, она мягкая пулька, вот такая, мягкая вообще. Ну, давай в меня стрельни. В ногу стрельни мне. Давай, мам, стреляй мне в ногу. А мне страшно пипец. А мне кажется, больно. Не, не больно. Ты безжалостная какая-то. Я же вижу, что она мягкая. Деня, ты понял? Смотри, вот так вот тянешь вот эту сюда, а пулечку вставляешь. Ага. Вот, смотрите, короче, вот такие пистолеты продаются в фикс-прайсе. Резиновые пульки. Опа, я попала. Давай, Денька. Давай. 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 Вот сюда потяни. Нет, на себя. Тяни, тяни. Еще, еще, еще. Вот, все. Нет, в мишеньку стреляй. Ставь мишеньку. Ставь мишеньку и стреляй. Подальше столько. Смотри, вот так. Давай. Давай. Стреляй. Молодец. Молодец. Ну, все, в общем, мы посидели, чай попили, виноградик, вкусняшки. Спасибо бы, Вольф. Денька уходить не хотела от бабушки. А что у тебя такая серенькая какая-то? Да нормальная. Ой, какая-то прям серая вся. Да нормально. А я вот... Да потому что тут так свет у тебя лампочка. У меня нет, у меня здесь хорошее освещение. Смотря где встанешь. Вот здесь под лампочкой вот так. Денька, ну что рассматривает картинки? Шел маму там, да? На вот этой маленькой фотке. Ты нашел маму? Где маму? Покажи. Мой. Да. Я бы сама себя не узнала. А он меня нашел. Все, хорошо. Маму, значит, не потеряешь в толпе. Ну, все, давайте. Все, пока-пока. Пишите, звоните. Пока. Пока-пока. Давай. Пока. Так, телефон зарядили. Идем к фикс прайсу. Да и не обязательно нужно, как говорится, пометить детскую площадку. Тут покататься. Тут полазить. И никак не хочет идти дальше, пока он здесь не отметится, как говорится. Я тут присяду. На самом деле, вот пока мы ходили тут по переулкам, я ж теперь больше рефлексирую, больше замечаю за собой что-то смотреть, что где, где какие-то паттерны одинаковые проявляются, да, что откуда ноги растут. У меня прям такой анализ постоянно идет. У меня, на самом деле, очень много стрессануло. Вот сейчас, да. То есть я чувствую стресс. Это, ну, по децибелам, конечно, не на десяточку, там, этот стресс, но где-то на четверочку, знаете, такой на пятерочку. Я сразу вспомнила, пока мы шли по переулку, вспомнила свекровь. Они у меня очень любят гулять. И все время звали меня тоже, там, пойдем погуляем, там, или мы вот тут весь частный сектор прошли, типа, это, не хотите с нами, там. И я сразу в частный сектор. И у меня сразу нет, не хочу. У меня сразу это собаки, какие-то машины там едут, какие-то непонятные пьяные. Пьяные. Ну, частный сектор, частному сектору рознь, да. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, короче, я пока шла там, то собака посреди переулков стоит и смотрит на нас. И я такая думаю, ну, что у нее в голове? Ну, вдруг она сейчас побежит? Может, она подумает опасность какая-нибудь. Вот. И, короче говоря, такая на стрессе была. А Денька идет, что-то бегает, там, то и все. Он такой на своей волне. А я на напряжении жестком таком. Сейчас тоже к маме пока поднимались. Прикиньте, заходим в подъезд, а там такая собака большая лежит. Но она старая собака, я уже как бы знаю, что она не опасная, не гавкает, там, ничего не рычит. Вот. Но все равно. Я такая сначала раз испугалась, потом вспомнила, что, вроде говорят, она вообще там, ну, она живет в этом подъезде. Я такая думаю, ну, ладно, собачка, та-та-та, такая собачка. Но все равно я чувствую этот страх и это переживание. Короче, вот, немного стресса. И сейчас вот выходим уже, да, и прямо я такое чувствую облегчению. Все, вот я иду над дорогой, да, и тут уже мне все спокойно, здесь все хорошо. А эти переулки, эти подъезды незнакомые. Все? Не, еще. Ну, давай еще чуть-чуть и домой. Я прям приехала к нам на район и прям захотелось прям вздохнуть полной грузью и дышится здесь легче. Здесь прям мое. Район люблю, муж. Уж даже пока ездила в один район, где я там жила, вот это вот там чуть-чуть. Аж что-то такое аж, ну, из детства такое, знаете. Потому что в детстве много было всего, недостатков всяких, да, дефицита всего. И я прям все это вспоминаю, и оно на меня прям комом таким вот накатывает. И вот как тот маленький ребенок внутри меня, да, как у нас в каждом есть внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. И этот внутренний ребенок, он весь там сжимается, я прям чувствую тон, значит, этих собак вспоминает. Видели, я пока шла, я же все это дело вспоминала. Оно же все, ассоциативный ряд включается, соответственно, мысли, соответственно, и что и сейчас может такое быть, и это, и все. И этот страх какой-то из детства. Там нет машин? Нет. И вот я приехала еще сюда, и мне аж захотелось выдохнуть, спокойствие. Мне здесь хорошо, здесь много людей, здесь красиво, здесь дышится легче, здесь район моей мечты. Мой район? Это район моей мечты, поэтому мне здесь очень хорошо и спокойно. Все. Набрала еще в фикс прайс, зашла, будет отдельная распаковка, наконец-таки. Новинки показала с фикс прайса, и будет отдельная распаковочка, что я там купила, покажу. На второй канал переходите, ссылочка под видео будет. Вот. И, в общем, целый день сегодня тоже записываются у меня девочки, радость. Я к маме пришла там, пока сидела, на игру записала, уже полная запись у меня на игру, на воскресенье и на субботу. Вот, так что можно открывать уже следующую неделю игры. Но я еще хочу к свекрови поехать, она уехала у меня, вот я хочу к ней поехать. И думаю, как это освободить, так, чтобы не накладывалось на будни поехать. В общем, не знаю. Пошла домой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok